Звучит оркестр стройки. Словно огромная ракета из стекла и бетона, в небо тянется башня Национального космического центра. Его возводят на северо-западе Москвы. Выглядит всё уже сейчас весьма и весьма внушительно. Кстати, проектированием занимался Российский институт. Когда мы распланировали это здание, мы посмотрели, а как самое удобное это сделать. И обратились, вы не поверите, к космической станции. Она сделана модульно. Есть жилой модуль, есть блок рабочий, есть соединительный шлюз и много других блоков. И наш Национальный космический центр построит ровно по тому же принципу. Новое здание возводят по поручению президента на базе космического центра имени Хруничева. Теперь на месте заброшенных корпусов и неиспользуемых территорий вырос аэрокосмический кластер, который станет одним из крупнейших в мире. Мы по-прежнему остаёмся ведущей космической державой. Как это определяется? Это определяется очень просто. Это очень просто определяется. Почему? Потому что можно посмотреть, а то, что сейчас происходит. НКЦ – это один из показателей того, что наша страна сохраняет за собой лидерство в космосе. Вы только посмотрите на размеры нового комплекса. Его возводят на территории в 250 тысяч квадратных метров. Для сравнения, площадь, казалось бы, огромной высотки на Котельнической набережной в четыре раза меньше – около 60 тысяч. А протяженность центра больше 500 метров. Это примерно как два гума или пять футбольных полей. И лишь немного короче Никольской улицы. Для обеспечения надёжности здания с учётом сложных инженерно-геологических условий площадки в фундаментах здания предусмотрено 168 буронабивных свай высотной части и 7200 свай в низкоэтажной части здания. Такая дополнительная опора просто необходима для гиганта высотой в 47 этажей. Общая высота башни вместе со шпилем составит 288 метров. Здание войдёт в число самых высоких сооружений Москвы. Возведение шпиля – это достаточно сложная инженерная работа, так как она ведётся на высоте более 200 метров. При достаточно сложных погодных условиях сила ветра достигает порядка 12-14 метров в секунду. Для данного вида работ была спроектирована специальная ветровая защита, которая позволяет вести работы круглосуточно и при любых погодных условиях. Визуальную лёгкость высотке придают стеклянные фасады. Их использовали в комбинации с алюминиевыми ламелями. Эти ламели позволяли нам скрыть определённые технологические решения в фасаде, то есть там система вентиляции фасадов, крепежей. Это с одной стороны, с другой стороны, с точки зрения дизайна, они подчёркивают устремлённость этого здания вверх, то есть его динамическую характеристику. Геометрию всего комплекса зданий Национального космического центра эффектно подчеркнут архитектурным освещением. На шпиле установят яркий белый прожектор, стены подсветят модульные светильники. За счёт белого света позволит очень выгодно выделить башню среди общего объёма зданий. А по низкоэтажной части, по фасадам будет смонтирован свет тёплого спектра. Сейчас на территории Национального космического центра монтируют инженерные системы. Проводят электрику, вентиляцию, водопровод. Рабочие уже установили более 80 лифтов, в том числе 13 скоростных к самой башне. Планируется, что здесь будут работать около 20 тысяч учёных, инженеров и конструкторов. Для их работы внутри будет самое современное оборудование. А новые комфортные условия должны помочь специалистам решить глобальную задачу. Высадить российского космонавта на Луне и покорить Марс. И в реализации этой мечты, ну, конечно, мы неизбежно, да, здесь невозможно уклониться, будем принимать и принимаем участие в подготовке этого. Это, ну, если хотите, мегапроект, да. И, конечно, мегапроектами должны заниматься соответствующие центры. И вот на предполагаемый центр, планируемый центр, такие задачи, безусловно, возлагаются. Космические расчёты и лабораторные исследования будут проводиться вот в этом длинном корпусе, который примыкает к центральной башне-ракете. А ещё на территории комплекса откроют музей. Экспозиция будет посвящена достижениям российской космонавтики. Строители центра уверены, их работа сегодня – это тоже вклад в покорение нашей страной новых горизонтов. Кто знает, может быть, в стенах именно этого здания уже совсем скоро родится ответ на главный вопрос человечества. Одни ли мы в этой вселенной? Продолжение следует...